Солнце уже высоко над головами, город стремительно оживает, а это значит, что наступило утро нового дня. И встречайте его вы вместе с нами. В студии работают Стефан Филатов и Александр Карнович. Доброе утро. Сегодня, напоминаю, 23 августа и сейчас 7 часов утра. Ну, конечно, рано, но надеюсь, что все-таки вы уже начинаете просыпаться и планировать свой день. И, по крайней мере, заряжайтесь тем зарядом бодрости, который очень сегодня пригодится. Ну, а мы сейчас заряжаемся вот такими видами. Только посмотрите, насколько здесь видно хорошо весь город и людей, которые, как я уже сказал, оживают, просыпаются и выходят на работу. Да, дело нужно жить после бессонной или, наоборот, очень крепкого сна. Ну, я имею в виду бессонной ночи. Ну, а в любом случае, для того, чтобы этот день был не только продуктивным, но и информационным, мы вам сейчас уже готовы поделиться с вами самыми последними новостями. Полуостров вместе со всей Россией отпраздновал День Флага. Это один из главных государственных праздников, по мнению многих. А самое интересное, что в этом году сразу произошло два юбилея. То есть 350 лет государственному символу и 25 лет с момента учреждения этого праздника. Ну, и все мы могли видеть, как вчера, вот действительно, не только Симферополь, но и другие муниципалитеты Полуострова, они просто окрасились бело-сине-красными реками. Люди праздновали, отмечали. Вот просто с триколорами выходили на улицы или даже просто поднимали на флагштоках над своими домами, либо просто вывешивались с балкона. Это действительно огромный праздник для крымчан. И отмечали его с песнями, с концертными мероприятиями и даже с помощью спортивных программ. Но как это было, обо всех эмоциях расскажут наши корреспонденты. Танцы, песни и, конечно, улыбки. Все это флешмоб про флаг. Яркий старт красочного торжества. А вот и именинник, самый большой в Крыму, длиной 28 метров, шириной 16, весит почти 100 килограммов. Это подарок соотечественников из Мексики. Рекордное полотно держит больше сотни человек, представители разных народов, олицетворяя единство полуострова. Масштаб этой акции, он показывает всю мощь нашей большой, огромной страны. Куда ни глянь, белый, синий и красный – это уже привычное сочетание для Крыма. И не только с 2014-го. Наша культура крымская всегда работала под российским флагом. И раньше, чем пять лет назад, у нас всегда были российские флаги. Начиная от наших больших мероприятий, таких как «Великое русское слово», и заканчивая всеми остальными. И хотя знамя – официальный государственный символ со своим значением, каждый вкладывает в него свой смысл. Белый счастье – это в года. Синий – это небо. Красный – это такое родное. И ведь действительно, родным этот праздник с каждым годом считают все больше крымчан. Полин, держи флажочек тебе. Спасибо. Ольга Афанасьева с дочками тоже поддерживает традиции. Это праздник большой и для нашей семьи, и для страны. И это полный восторг. И мы передаем с поколения в поколение. Тем временем по дорогам уже несется яркий поток. Празднование продолжается с ветерком. Автопробег – неотъемлемая часть этого дня. Куртки-косухи и тяжелые берцы колонну возглавляют байкеры. Их слышно за несколько километров. За ними развивается бело-синий-красный шлейф. Пешеходы не отстают. Тоже создает настроение. Сегодня сразу в нескольких точках Симферополя, на центральном рынке, площадях Ленина, Советской, Московской, Российский союз молодежи раздает ленты в цветах триколора. Здравствуйте. Расскажите, пользуются спросом атрибута? Здравствуйте. Да, конечно, пользуются. Люди города счастливы праздновать сегодняшний день. Просить ленты еще. Беру для своих близких. Всего волонтеры планируют раздать 300 тысяч ленточек по Крыму. Здравствуйте. С праздником. Спасибо. С приподнятым настроением крымчане покоряют вершины. Праздник взбирается даже в горы. На Ипетре на высоте 1234 метра устанавливают главный символ этого дня. Праздничная атмосфера и в Судаке на фестивале Таврида Арт тоже развернули большой флаг под звуки гимна. И, конечно, как в настоящий день рождения виновник торжества принимает поздравления. Наш триколор, наш флаг, России гордость. И это ТОС. За этот флаг, друзья. Поздравляем! Квад России! С днем! И до свидания! Екатерина Серегина, Денис Тищенко, Оксана Куприянова и Иван Евдокимов. Новости 24. В Ленинском районе определены участки для строительства девяти станций мобильной сотовой связи. Делается это для того, чтобы вскоре улучшить качество связи в одном из самых густонаселенных районов Крыма. На самом деле уже так сложно представить свою жизнь без этих гаджетов. Они так плотно вошли в нашу жизнь. Я каждый раз поражаюсь, умиляюсь тому, как наши бабушки и дедушки общались с помощью писем. Но все-таки вернемся, это немножко лирика, а мы вернемся к связи. И вот когда начнется строительство, расскажет Екатерина Хрябова. Александр Евдокименко в день совершает несколько десятков телефонных звонков. Связывается с родными, знакомыми, по работе с поставщиками. Дозвониться с первого раза удается не всегда. С утра где-то до десяти еще нормально звонки осуществляю. А потом до трех совсем как-то плохо по Вайберу звоним. А вот Светлана Дашкевич – диспетчер аварийной службы ЖЭКа. Крымчанка отмечает, качество связи препятствует своевременному реагированию на проблемы жителей. Бывает щитовая может загореться, бывает может канализационный стояк прорвать. И бывает такое, что не можем дозвониться, звоним, звоним. А это как бы аварийная служба. Мы в течение 20 минут должны приехать по вызову и устранить утечку, либо перекрыть стояк. Одной из сложностей в организации качественной связи в Ленинском районе является его протяженность. Именно такой ответ крымчане и гости полуострова нередко слышат, когда пытаются дозвониться с трассы Таврида. Если в населенных пунктах Ленинского района мобильная связь работает, но с перебоями, то на некоторых участках автодороги из-за возросшей нагрузки на существующие базовые станции покрытие отсутствует практически полностью. По поручению Министерства внутренней политики информации и связи Республики Крым уже определены участки в Ленинском районе, на которых разместят новые комплексы радиопередающей аппаратуры. На сегодняшний день планируется размещение новых четырех вышек связи вдоль трассы Таврида и пяти вышек связи вдоль строящейся железной дороги. Улучшение связи коснется не только жителей Ленинского района, но и всех гостей Республики Крым. Компании-подрядчику предстоит проектирование ретрансляторов и получение необходимых разрешений. Наладить связь обещают к сдаче второй очереди трассы Таврида. Чтобы не терять время, сейчас уже, чтобы местные власти выдали сервитут и дали бы этим возможность строить базовые станции. Мы знаем проблемные точки. Это Ленинский район, часть Кировского района, Симферопольский район и по железной дороге также. В недалеком будущем скоро мы откроем базовую станцию на Тузле по поручению главы республики. Строительство новых базовых станций планируют начать в 2020 году. Екатерина Рябова, Сергей Маренко, Новости 24, Керч. Ну, утро должно начинаться с хороших новостей. Для Стефана у меня их две. Но первое, это то, что погода нас сегодня радует, при том, что она все лето была такая непредсказуемая. Сегодня, ребят, очень тепло, потому что вот прям, понимаешь, утром просыпаешься, даже если это 5 часов утра, и понимаешь, что ты просто готов наслаждаться этим днем. Ну, а второе, то, что мы находимся на крыше жилого комплекса «Альфа», отсюда будем в течение двух ближайших часов с вами и общаться в прямом эфире, Стефан. Вот как тебе вид отсюда, с этой смотровой площадки? Саша, вид просто, как по мне, изумительный. А все дело в том, что он располагает к такому прекрасному началу дня, к работе. И мне кажется, если бы на эту крышу попали сюда творческие люди, они наверняка бы, если бы это был художник, к примеру, специально сразу бы нарисовали картину. Такой вот хороший вид. Ну, а картину сейчас рисует сама природа, и какая она будет сегодня, и что нас ждет, можем узнать из нашего следующего материала. КОНЕЦ 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 Распорядительная дирекция имущества Крыма выставила на аукцион один из крымских кинотеатров. Располагается он в Алуште. Кинотеатр достаточно большой, его площадь составляет более тысячи квадратных метров, и за него хотят 44 миллиона рублей. КОНЕЦ Ну, и если Стефан уже заговорил о кинотеатрах, я предлагаю вам сегодня вечером, сегодня вечером пятница, все-таки сходить на какую-нибудь премьеру кинофильма, какой-нибудь красивой ленты, а может даже мультика, потому что, а почему бы и нет. Но вот что сейчас можно увидеть в театрах, либо кинотеатрах, а может быть даже в музеях и библиотеках, мы вам покажем из нашей следующей рубрики. В Симферопольском художественном музее арт-проект «Точки пересечения». 59 работ московских художников познакомят зрителя с основными современными направлениями актуального искусства в России. Выставка открыта до 6 октября. На сцене Севастопольского театра имени Луначарского спектакль «О чем молчат королевы». Начало 18 века. Правление Анны и закат короля солнца Людовика XIV. Постановка о людских пороках, поисках любви, одиночестве, жажде власти и победе чувств над логикой. Начало 18.30. В кинотеатрах семейный фильм «Дора и затерянный город». Все свое детство девочка провела в джунглях с родителями и следователями, но впервые оказавшись в городе, столкнулась с непониманием сверстников. И тут еще таинственным образом исчезают родители. Подросток отправляется на поиски родных. Но на пути отважную девочку ждут испытания и загадка потерянной цивилизации. Также на экранах американская комедия «Однажды в Голливуде». Действие разворачивается в 1969 году. По сюжету известный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии. Сумеют ли мужчины построить успешную карьеру или вместо славы их ждет забвение? Долгожданный боевик «Форсаж» Хоббс и Шоу. Главный герой – Люк Хоббс, американский спецагент. Он любит удобную одежду, большие пикапы и здоровое питание. Декарт Шоу – его полная противоположность. Бывший сотрудник британской разведки Сиборит. Ему по вкусу дорогие костюмы, спортивные автомобили и крепкие напитки. Мужчинам предстоит в очередной раз спасти мир от разрушения. Но по силам ли им справиться с этой нелегкой задачей? Я вот сейчас представляю, как грустят родители тех детей, которые пойдут с 1-го, а в Крыму со 2-го сентября в школу. Вот это действительно у них и нагрузка увеличится, и объем поток информации. Но вот, кстати, если мы уже заговорили о школе, то, между прочим, плановые ремонты в ялтинских школах, они уже подходят к завершению. И в этом учебном году будут работать 26 среднеобразовательных учреждений учебных в этом округе. Также, Саша, ты знала, что за парты в Ялте в этом году сядут 13 тысяч учеников, полторы тысячи – это первоклассники. А самое главное, что первоклассников в этом году на 200 человек больше, чем в прошлом. Ну, это мы все говорим о ялтинских первоклассниках, потому что нельзя не любоваться красотой, которая открывается нам отсюда, и не вспомнить. Не знаю, вот действительно наш полуостров может похвастаться красотами, куда ни посмотри. Это правда. Ну, и еще одна красота появилась и в Симфероболе. Ну, как красота. Это техническое сооружение, в котором очень нуждаются люди. Потому что для того, чтобы… Я говорю сейчас про ту категорию граждан, на которых ограничены возможности. И у нас на полуострове развивается программа «Доступная городская среда», насколько ты знаешь. Действительно. И вот, слушая тебя, я уже начинаю понимать, к чему ты подводишься. Ты наверняка говоришь о том, что в одной из городских больниц появился новый пандус. Да, около четвертой поликлиники на Розе Лизы Чайкиной, по-моему, если я не ошибаюсь, она находится. Установили новую конструкцию. Но вот как это было и что теперь это значит для тех людей, которым она очень была нужна, расскажет Салия Салямова. Красная ленточка перерезана, путь открыт. Теперь к врачам добраться гораздо легче. Новый пандус первыми решаются испытать женщины. Очень удобен, очень. Я ездила до этого вот по тому старому. Это надо было кого-то просить, молодых ребят, чтобы они помогли затолкнуть меня наверх, извините. А сейчас очень прекрасно. Я лично довольна. Ну, я 14 лет уже в коляске после травмы. Работала 10 лет в этой поликлинике. И сейчас в ней обслуживаюсь. И очень довольна, что сотрудники заботятся о нас, о людях на колясках с ограниченными возможностями. Предыдущий пандус просуществовал 12 лет. Его собственноручно сварили сами работники поликлиники. Конечно, он не соответствовал никаким параметрам. Но в то время и речи не было об интеграции инвалидов в общественную жизнь. Безбарьерный. Она становится с реализацией российской программы «Доступная городская среда». День 10 назад была скорая помощь. Привезли каталку. На каталке близи женщин. Она не мог... Каталка спокойно заехала сюда, развернулась, встала на место, заехала в поликлинику. Если раньше сюда и попасть-то было непросто, а медперсоналу приходилось буквально на руках заносить пациентов, то теперь особенных посетителей встречают последние достижения современной техники. К этой поликлинике прикреплено 67 тысяч человек, 4,5 тысячи из которых имеют инвалидность. Для них в здании предусмотрен лифт, также тактильная плитка. С сегодняшнего дня есть пандус и вот такой информатор, который позволяет более подробно узнать расписание приема врачей. И все это имеет звуковое и цветовое сопровождение. Четвертая поликлиника обслуживает Киевский и железнодорожные районы Симферополя. Здание на Лизы Чайкиной одно из самых крупных. Тем не менее, мест постоянно не хватает. Однако совсем скоро очереди за медицинскую помощью здесь сократятся. Глава республики принял решение выделить деньги для того, чтобы пристроить здесь еще один корпус, который будет оснащен современной техникой. И эта техника будет работать не только для этой поликлиники, она будет работать и для других городских поликлиник, где нет вот этой высокоточной техники. Сегодня, пусть и не так быстро, но социальное самочувствие людей с ограниченными возможностями улучшается. Хотя сделать еще предстоит немало, чтобы для крымских инвалидов среда стала максимально доступной. С Илья Салямова, Владислав Кравцов. Утро нового дня. А если проснуться с утра немножко пораньше, то можно много чего успеть. Например, сделать зарядку. И вот я знаю, что Сеф Стефан тоже ее делает, а я иногда грешу тем, что пропускаете моменты. А вот кто обязательно тренируется не только утром, но и вечером, так это наши следующие гости, к которым мы сейчас и отправимся. Сегодня к нам в гости пришел Антон Поклонский, заместитель директора спортивного клуба КФУ, чемпион Евразии по киакушинка и карате. И Анастасия Крюкова, студентка и также спортсменка. Да, вот ты представляешь, сколько нужно сил и воли иметь, чтобы не только работать, но еще и учиться и при этом заниматься каким-то видом спорта. Доброе утро. Доброе утро. При том, что, как я понимаю, заниматься очень успешно. Да, вы недавно вернулись с турнира? Буквально несколько дней назад. Расскажите о победах и вообще о том, что это будет турнир. Получилось так, что мы поехали на чемпионат Евразии и привезли из Ирана две золотые медали. Турнир проходил в Иране, да? В Иране, да. Две золотые медали. Ну, это же круто, тем более для крымчан, для россиян. Но расскажите, сложно было, не сложно? Как соперник удивил, не удивил? Было, конечно, сложно. Все бои были тяжелые, но для Анастасии это закономерно, потому что она уже неоднократно принимала участие в соревнованиях такого уровня. Она выиграла чемпионат Европы по карате, чемпионат мира выигрывала в Токио, две медали еще были бронзовые из Токио. Потом в 2016 году, будучи студенткой медицинской академии, выиграла чемпионат мира по универсальному бою. И сейчас поступило предложение в этом году поехать на чемпионат мира по карате в Иран. То есть на котором вы были, да? На чемпионате в Бразии, да. Скажите, а вот к таким результатам, к таким достижениям люди идут годами, как правило. Это все не происходит в один момент. Сколько времени вы занимаетесь карате Киакушенкай? Больше 10 лет. Начинала на Дальнем Востоке, потом мы переехали в Крым. Тренер мой Антон Евгеньевич Пахлонский меня тренирует. Тогда вот следующий вопрос. Возможно, в этом году у вас еще какие-то будут важные мероприятия, важные соревнования, чемпионаты? Мне кажется, она будет занята все время тем, чтобы готовиться к чемпионату в Иране, да, наверное? Нет? Или вы уже и так заранее готовили? Нет, соревнований действительно много. То есть направлений много, потому что выступали в карате и в универсальном бое. Также там рассматриваем, как и под панкрате ООН, например. Но здесь нужно уже расставлять приоритеты, к каким соревнованиям готовиться. Потому что к соревнованиям высокого уровня за один месяц не подготовишься. То есть цикл должен быть хотя бы полгода. А вот мне всегда было интересно, спортсмены, когда готовятся к каким-то турнирам, они вот заранее изучают противника или они о нем нередко просто не знают даже, с кем придется найти? В профессиональном спорте, да. А в любительском спорте такой возможности как бы нет. Естественно, конечно, в каждом виде спорта есть соперники, которые уже известны довольно-таки. Наверняка вы говорите о фаворитах соревнований зачастую. Да, да. Их несколько человек есть, конечно, в категории. И сейчас, благодаря тому, что у нас очень хорошо развит интернет, можно всегда зайти и посмотреть видеозаписи поединков соперников. И хотя бы приблизительно подготовиться. Но в полном объеме как бы не подготовишься к поединку, потому что ребята тоже готовятся. И прорабатывают какие-то дополнительные комбинации, что-то новенькое, готовят все еще соревнования для того, чтобы удивить своих соперников. Говоря вот о спорте, о здоровом образе жизни. Скажите, как можно заинтересовать молодежь, подрастающее поколение, для того, чтобы они пошли и записались в секцию по карате? Я думаю, личным примером, во-первых, например, как мы это делаем, допустим, в университете. То есть проходят какие-нибудь, допустим, соревнования. И у нас хорошо работает пресс-служба. Это снимаются видеоролики. Плюс многие студенты имеют возможность бесплатно приходить заниматься в секции единоборств. Ну, не только единоборств, допустим. Там разные секции футбол, волейбол, баскетбол, секция плавания. Допустим, я веду там секцию дзюдо, карате. Многие преподаватели физкультуры приглашают на занятия прийти попробовать. Я бы хотела спросить, Анастасия, вот как такая хрупкая, обаятельная девушка, вот чем приходится, занимающаяся спортом, при том очень успешно, да, чем приходится жертвовать? Либо жертв нет никаких? Мне кажется, жертв нет никаких, потому что это спорт мой с детства. До карате занималась и гимнастикой, и музыкальной школой у меня водили. Ну, это как бы было не мое, вот. Карате мне понравилось с детства, и я пошла. А чем этот вид спорта вас вот так увлекает? На самом деле я с Белогорска, с Дальнего Востока. Там было маленькое население, особо нечем было заниматься. Борьба, борьба как бы для меня была очень тяжелая. Я ее особо не понимала. А карате как-то тренер так подошел, объяснил, помог в жизни. И помогает же в жизни, насколько мне известно, говоря о борьбе и о единоборствах, не только тренер, но и сила дух. Правильно? А как ее воспитать? Вот чему нужно уделять внимание? Мне кажется, это все идет с детства. Большинство родителей как-то отдают начало. Потом, если, допустим, брать именно соревнования, бой, я не могу сказать, что все, я там не могу что-то сделать, я там проиграю. Такого нет. Как у других, допустим, спортсменов. То есть это четкая установка? Вот есть, допустим, у нас время, есть там, где еще две минуты, это минута сорок-двадцать, двадцать это концовка. Ты должен просто отдать все силы, если у тебя там нету в Азаре, нету в Японии. И этим ты выиграешь. А у многих такого нет. То есть он просто устал, ну и как бы он устал. Надо все время, да, идти вперед. Ну и скажите, пожалуйста, большее сейчас количество ребят, вот крымских, мне интересно, увлекается кишинкает карате, либо другими видами единоборств. Вы говорите, что еще дзюдо, да, тренируете ребят дзюдо? Изначально, да, мое направление это дзюдо, потому что в 14 лет я пошел на дзюдо, и уже вот как 20 лет я в дзюдо, но были, конечно, моменты, когда, будучи студентом, еще учился в университете, меня просили выступать по другим направлениям, принимать участие, оставить участие с университета. И были хорошие у меня учителя, тренера, которые приглашали, хотя бы приходи раз в неделю, позанимаемся в моей секции, это были тайские боксы, карате, и поэтому приходилось там немножечко выступать. Поэтому навык небольшой был. А основное направление это дзюдо. А в этом году, получится, когда меня пригласили, то я выступал в разделе нечистоке Кишинка. Во-первых, это было по ветеранам в отношении меня, это старше 33 лет. Это ветераны, да? У меня, да, старше 33 лет. И это было направление с элементами борцовской техники. И благодаря тому, что у меня хорошая школа борьбы, поэтому мне удалось заработать много очков за счет применения бросков. Анастасия выступала уже, конечно, в разделе среди женщин, не по ветеранам. И в разделе чисто Кишинка это было тяжело, потому что там... Мы желаем вам успехов, спасибо вам огромное, желаем вам новых побед. Уверена, что вы будете их достигать все больше и больше. А у нас в гостях были Антон Поклонский, заместитель директора спортивного клуба КФУ, чемпион Евразии по Кишинка и карате, и Анастасия Крюкова, студентка первого курса Крымского федерального университета, чемпионка Евразии по Кишинка и карате. Я уверена, что достижения и победы ребят в перспективе еще войдут в историю. Но пока мы расскажем вам о других значимых датах, которые уже вошли в историю. В этот день, 210 лет назад, в Петербурге официально запретили носить бакенбарды. По указу императора Павла I, каждый представитель сильного пола должен быть гладко выбрит. Растительность на лице считалась тогда одним из признаков вольнодумства. Сами бакенбарды вошли в моду в конце 18 века и пользовались популярностью в течение всего 19 столетия. 23 августа 1904 года американский инженер Гарольд Уит запатентовал шинную цепь. Идея пришла в тот момент, когда он увидел, как водители пытаются обернуть вокруг колес веревку или даже лазу для того, чтобы увеличить проходимость на грязных или заснеженных дорогах. 91 год назад на воду был спущен теплоход «Победа». Судно занималось пассажирскими перевозками на линии Одесса-Нью-Йорк и принадлежало черноморскому пароходству. 8 февраля 1934 года у острова Кюрасау корабль сел на мель, с которой был снят лишь спустя полгода. После ремонта с переоборудования в Гамбурге лайнер вышел с завода под новым названием «Иберия». В этот день, 80 лет назад, был подписан пакт Молотова-Риббентропа. Согласно советско-германскому договору о ненападении, стороны обязались все споры и конфликты между собой разрешать исключительно мирным путем. В связи с началом войны 22 июня 1941 года соглашение утратило силу. 23 августа – Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации. Дата учреждена в День восстания рабов Сан-Доминго и Гаити в 1791 году. Именно этот бунт положил начало процессу ликвидации такой системы. В этот день ежегодно на Красной площади с 2008 года проходит военно-музыкальный парад «Спасская башня». Фестиваль собирают лучшие творческие музыкальные коллективы со всего мира. Его традиционные участники подразделения – почетные охраны глав государств, а также ведущие военно-оркестровые творческие коллективы России и зарубежных стран. Вот искренне восхищаюсь спортсменами, которые встают с утра пораньше. Допустим, если это будет 6 часов утра, и потом готовы бегать по набережными, вплоть до дороги, наслаждаться просто тем, что они наедине с собой, со своим спортом. И это делать не только по улицам, не знаю, там, где есть лес, либо вот такая благоустроенная, или стадионом территория, либо стадионом, но и даже в центре Симферополя. В центре Симферополя, на самом деле, хочу обратить ваше внимание, что очень много мест для занятий спортом. Вы только прогуляйтесь по каким-либо паркам. В парке всегда можно заметить спортсменов. Я эту тенденцию уже обратил внимание на нее. Как ты считаешь, Саша, часто видишь спортсменов в парках? Часто. Но еще я знаю, кого можно сейчас увидеть тоже в центре Симферополя. Это Ира Борилюк. И она уже готова с нами поделиться последними новостями из Крымской столицы. Доброе утро, Ир. Доброе утро. Доброе утро, телезрители. Доброе утро, коллеги. Я нахожусь на бульваре Франко. И пока наш город просыпается, я с удовольствием расскажу вам немножечко про погоду. На данный момент ситуация довольно-таки хорошая. Очень комфортно и тепло. Сейчас 20 градусов тепла. Ближе к вечеру воздух прогреется до 32 градусов тепла. Ветер 7-12 метров в секунду. Ну, а я по традиции хочу рассказать вам о том, каким был этот день. 130 за последние 130 лет. Самым жарким этот день был в 2000 и в 2008 году. А именно 36 градусов тепла. А самым холодным он был в 1928 году. 8 градусов тепла. Ну, а я думаю, что это прекрасно, что погода сегодня нас радует и позволяет не только радоваться, но и поехать куда-нибудь на море, отдохнуть, покупаться, может быть, в горы сходить. А я хочу поздравить тех людей, которые успели зарегистрироваться на такое творческое, очень масштабное мероприятие, которое проходит в Судаке, Таврида Арт. Почему я сейчас сказала поздравить? Да потому что около 45 тысяч людей было зарегистрировано заранее на это мероприятие. Что в два раза превысило ожидания организаторов. Именно по этой причине им пришлось остановить регистрацию на данное мероприятие. Ну, а те, кто не успел зарегистрироваться и не смогут попасть, я думаю, что отчаиваться не стоит, так как на нашем Крымском полуострове еще масса мест, куда можно поехать, отдохнуть. И напоследок я хочу напомнить, что в период 20-23 августа сохранится чрезвычайная пожароопасная ситуация. Поэтому, пожалуйста, будьте бдительны, соблюдайте меры безопасности. Конечно же, берегите себя, берегите природу и берегите окружающих. А у меня на этом все, и я с радостью передаю слово коллегам. Хорошо. Спасибо большое, Ир. Я, между прочим, очередной раз понимаю, что как хорошо, что наши корреспонденты практически вездесущи. Действительно, что бы мы без них делали, их глазами мы можем увидеть практически весь Симферополь, узнать о самых интересных новостях, самых актуальных. Ну, а еще с помощью специальной техники и обаяния наших ребят мы можем увидеть не только, что происходит в Симферополе, но и за его пределами, и даже зайти в самые секретные места или, например, в потрясающие красивые сады. А вот сейчас мы с вами и зайдем в один из таких садов и узнаем, как же растут и как правильно ухаживать за лимонами. Как не любить такое растение, слушайте. Настоящий тропический рай. Мандарины, гранаты, апельсины и, конечно же, лимоны. Именно эти экзотические фрукты первыми поселились в Крымской степи. Сейчас цитрусы зеленые и небольшого размера, но их уже можно употреблять. Созреют плоды в конце октября. Своими руками Eskender Noftulife построил две большие теплицы. В них растут ароматные деревья цитрусовых, всего 120 штук. И хотя по специальности Eskender Noftulife механик, в душе садовод. Выращиванием лимонов увлекся еще в Узбекистане, куда его семья была выслана в мае 1944 года. Однако там этим заниматься возможности не было. С переездом в Крым он приобрел дом с приусадебным участком. Тут на родине сбылась давняя мечта. Все приходили, говорили, это северная сторона, здесь не растет лимон. Я говорю, ничего, будет расти. Я не знал, как с ним обращаться. Закопал вот так вот лунку, полил его. Смотрю, на второй день все они завяли. Я думаю, наверное, пропадет. Но стал поливать его, поливать, он ожились. Я говорю, а, они любят воду. И вот оттуда и начал все делать. И у меня всегда получался. Зимой температуры в Крымской степи опускаются до 30 градусов мороза. Но лимонный сад цветет, несмотря ни на что. Одно дерево может давать около 500 плодов, каждый из которых весит около 100 граммов. Садовод рассказывает, что не взвешивал урожай лимонов за год. Но в среднем это четверть тонны, не меньше. Вот прямо усыпано. Что же еще надо от него ждать? Тяжело выращивать лимоны? Мне лимонный даже в 100 раз легче, чем помидоры выращивать. А только здесь трудность отопления. Интересовался семей, как он растет, откуда появляется, как семечки выращиваются, как окулируются, как саженцы формируются. Это все я руками делаю. Всю работу мастер выполняет самостоятельно и утверждает, что своим лимонарьем будет заниматься до тех пор, пока хватит сил. А сил у дедушки, судя по всему, немало. За последние 30 лет он ни разу не болел простудой. И все благодаря им, лимонам. Сярия Абляева, Рустам Файзулин. Утро нового дня. Ну это еще что? Да, конечно же, чтобы прежде чем вырастить урожай, его нужно собрать. Но урожай бывает не только в садах. Бывает он не только в садах. Бывает он и во многих других местах. Ну и, например, бывает и у сотрудников ГИБДД тоже свой урожай. И он не самый лучший, не самый приятный. Ну, как сказать. Подробнее мы сейчас все это обсудим с нашей следующей гостьей. А зовут ее Наталья Кашкарова, инспектор по особым поручениям группы пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД МВД по Крыму. Доброе утро. Доброе утро. Высоко мы забрались, правда? Ну вот такая вот смотровая площадка. Замечательно. Наталья Алексеевна, скажите, пожалуйста, ну, приближающийся 1 сентября и вообще начало учебного сезона это повод, как сказать, аккумулироваться и собрать свои силы в кучу не только для родителей, но и для сотрудников ГИБДД. Ведь в любом случае надо обеспечивать безопасность детей на дорогах и будут проводиться, я уверена, что информационные, да, вот различные мероприятия, которые будут предупреждать, как себя вести. Да, конечно. Вы абсолютно верно сказали, что начинается такая ответственная пора для родителей. Для сотрудников ГИБДД она не заканчивалась и она продолжается. То есть летом вы тоже это практиковали? Конечно. Мы проводили занятия в лагерях и на оздоровительных площадках, пришкольных. Работа не останавливалась. Что хочется сказать и напомнить родителям в начале учебного года, особенно родителям младшеклассников. Те, которые идут в первый класс, их привозят на машинах, поэтому мы еще раз обращаем внимание на то, что детей нужно перевозить только в детских удержащих устройствах. Детей постарше можно ремнями пристегивать. Но еще раз напоминаем, что самый безопасный метод перевозки детей это с помощью детских удержащих устройств. Для детей постарше к родителям такая просьба пройти до начала учебного года с детьми по безопасному маршруту. Взять его за руку несколько раз, сходить туда-обратно от дома к школе и показать, где опасные места, куда нужно обратить внимание, что здесь светофор. Если нет светофора, то нужно остановиться, убедиться, посмотреть по сторонам, убедиться, что все машины пропускают. И не полениться, и сделать так несколько раз, пока ребенок запомнил. Чтобы запомнил, да? Запомнил, да. И сам уже маму или папу проводил туда и обратно. Наверное, напомним, что приличный штраф, да, если ребенка перевозить без удерживать специальных устройств, да, в машинах, если их запомнили. Да, штраф приравнивается к стоимости детского автокресла, поэтому легче... Да. Ну, понятно, что несоизмерима цена жизни и здоровья детей, поэтому мы еще раз обращаемся ко взрослым, к тому, что это очень большая ответственность, и не нужно думать, что если это черта города, то можно ребенка не пристегивать. У нас и в черте города случались ДТП, где дети страдали и на большой скорости. Интересно было бы узнать, дети, вот сами дети, как реагируют на вот такие занятия? Вы знаете, дети, которые приучены к креслу с самого детства, им некомфортно уже не пристегнутыми ездить. Я по своим детям знаю. Если они сядут, им уже все. У них, когда нет упора, там, ремня, они уже себя некомфортно чувствуют. А дети, которые постарше, с которыми мы проводим занятия, с превеликим удовольствием все это изучается, отвечаются на вопросы. А там, где мы уже побывали, они все запоминают, очень хорошо отвечают, это очень радует. Там на автогородках, когда мы проводим занятия, дети, которые живут рядом в парке Шевченко, рядом с нашим автогородком, они вообще там уже помогают нам занятия проводить. Вот прям это очень приятно смотреть. Я даже сама помню, что когда в школу приходит дядя в форме, ты всегда его так слушаешь, завороженно. А тетя? И тетя тоже. А тем более, когда такую важную информацию еще тетя рассказывает. Да, вот с родителями мы тоже... Самая тяжелая категория, с которой нам приходится работать, это родители, потому что некоторые считают, что ответственность лежит или на учителей, или на сотрудники ГИБДД. Однако рост детского дорожно-транспортного травматизма у нас наблюдается именно в летний период, когда дети находятся под полным попечением родителей. Это уже о многом говорит. Поэтому мы еще раз просим, обращаемся, чтобы при каждом выходе ребенка из дома напоминали о мерах безопасного поведения на дороге. Ну а как можно даже тем родителям, которые максимально ответственно относятся, да, подход к этому вопросу, как им можно обезопасить своего ребенка? Возможно, какие-то элементы, да, на одежду, либо на рюкзаки устанавливать? Да, сейчас сентябрь пройдет, время быстро течет, наш световой день сократится, и дети будут ходить со школы или в школу в темное время суток, поэтому мы говорим о том, что необходимо использовать световозвращающие элементы. Это такие светящиеся, которые отражают свет фар, элементы, они могут быть в виде брелка, в виде ленточки, в виде наклейки, на рюкзак, на куртку, на что угодно, главное, на верхнюю одежду, чтобы его было видно. Вот, в этом году будет осуществляться жесткий контроль младших классов на использование этих световозвращающих элементов, как со стороны учителей, так и со стороны ГИБДД, и со стороны общественников так называемого родительского патруля. То есть правильно я понимаю, что теперь вот такие элементы на одежде должны быть обязательны? Конечно, обязательно. И те фирмы, которые изготавливают детские рюкзаки, спортивную одежду, они уже давно вшивают, и уже там есть эти элементы. Ну, не на всех они есть, и все в спортивной форме не ходят, поэтому нужно четко понимать, что ребенок вышел из дома с брелком, вот висит он, никому не мешает, даже это сейчас модно у нас использовать, это возвращающие элементы. Мы с детьми вырезаем из наклеек, они там вырезают, что хотят, вот что им нравится, там, героев, сердечки, там, девочки, еще что-то. Наклеют на рюкзак, ходят и светятся. Ну, вроде и своими руками сделал, и при этом украсил. А тем более, когда девочки так любят всякие брелоки. Действительно, я думаю, что они светятся не только за счет того, что у них такой фотоэлемент, да, а от счастья, наверное. Еще от счастья, да. Я знаю, что сотрудники ГИБДД очень часто проводят много разных акций, в том числе и в школах, и знаю, что вот сама нередко, не раз читала и писала о том, что это было и по кибербезопасности, и другие различные. Вот какие ближайшие планируете, помимо того, что вот, помимо той, что будете рассказывать о том, как правильно переходить дорогу, и что лучше смотреть на зеленый свет светофора, а не на людей, которые идут просто не попал. На территории Республики Крым 15 августа стартовало профилактическое мероприятие «Внимание, дети!», которое будет проходить с 15 августа по 15 сентября. В рамках данных мероприятий заложено очень много профилактических мероприятий, бесед, обследований уличной дорожной сети и так далее. В начале учебного года будут проводиться минутки безопасности, единые уроки безопасности дорожного движения, так называемые. Потом с детьми в начале учебного года будут проводиться шагающие автобусы. Это вот то, что я говорила, когда родитель берет ребенка, проходит с ним. Это мы уже будем с классами проходить безопасный маршрут от дома к школе. Будем обращать внимание на опасные участки, дети будут нам говорить, задавать вопросы. Это очень интересное мероприятие, и отдача идет хорошая от детей во время этих мероприятий. Также в рамках «Внимание, дети!» с 1 по 15 сентября будут проходить профилактические мероприятия «Пристегни самое дорогое», направленное на профилактику ДТП с детьми и пассажирами. Спасибо вам большое, спасибо, что пришли к нам в гости, и спасибо за беседу. А я напоминаю, что у нас в гостях была Наталья Кашкарова, инспектор по особым поручениям группы пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД МВД по Республике Крым. И всю эту информацию, которую сейчас озвучила Наталья, я уверена, что можно найти в интернете, и стоит найти в интернете, тем более, что там выкладывают очень много полезной информации. Но не только полезной, иногда и зрелищной, и динамичной. Ну и о подборке самых популярных видеоматериалов из крымского сегмента интернета мы вам расскажем прямо сейчас. Кусочек Италии в Крыму. Именно так жители и гости полуострова называют персиковые сады в селе Ромашкино. В комментариях к этому видео люди наперебой описывают впечатление от красоты местности и огромного урожая фруктов. Возможно, вскоре роща станет еще одним экскурсионным направлением полуострова. Что делать, когда парковочных мест нет? Опускать машину на морское дно, шутят пользователи соцсетей. Что стало причиной погружения КамАЗа в Севастополе, неизвестно. Главное, что водитель остался цел. Реклама – двигатель торговли. А чем она креативнее, тем лучше. В течение нескольких лет возле одного из придорожных кафе Севастополя стоял необычный мангал. Его корпус – старенький запорожец. На кадрах, снятых на авторегистратор, видно, что горит конструкция в разы сильнее, чем обычно. Пользователи сети так и не смогли определиться, подожгли машину в рекламных целях. Или все-таки ситуация вышла из-под контроля. Начать не значит сделать. Незавершенные работы по замене коммуникации на одной из симферопольских улиц отрезали 40 семей цивилизации. В чрезвычайной ситуации здесь не сможет проехать ни пожарная, ни скорая переживают люди. Борьба со стихийной торговлей продолжается. На этих кадрах процесс изъятия фруктов. Несмотря на то, что в Севастополе стало в разы меньше таких случаев, некоторые еще не уяснили. Для продажи товара нужен пакет документов. И снова Севастополь. Люди устали жаловаться на то, что ежедневно происходит на парковке одного из местных торговых центров. Мусор – это лишь малая часть проблемы. Гораздо больше беспокойства горожанам доставляют те, кто его оставляют. А именно – любители дрифта. Опасный стиль езды уже не раз представлял угрозу для жизни прохожих. А в первом полугодии 2019 года на плановые ремонты и техническое обслуживание оборудования «Крымэнерго» потрачено свыше 470 миллионов рублей. То есть мы уже можем быть готовы к тому, что все электросети проверили. По крайней мере, эти работы уже выполнены на 61%. Поэтому мы надеемся на бесперебойное электрособжение. Тем более, что проблем с этим гораздо меньше, чем с электрособжением, чем, допустим, лет 20 назад, или я помню, в 95-м году, когда у нас постоянно, и маленькая была еще, отключали свет. И мы такие со свечами, либо от аккумулятора лампочки заряжали. Знаешь, вот так вот опрокидывали. И сидели на кухне, собирались, чай пили все. Это такой был. На то время, наверное, один из самых популярных лайфхаков. Хотя даже такого слова еще не было, что интересно, кстати. Зато о других лайфхаках и уже в этом современном мире нам может рассказать Ира Борилюк. Она сейчас находится в центре Симферополя и уже готова с нами поделиться последними новостями. Еще раз доброе утро, Ирочка. Снова здравствуйте, коллеги, Стефан, Александра. Здравствуйте, крымчане и все те, кто встречают это утро вместе с нами. Но я нахожусь неподалеку от Куйбышевского рынка. Я думаю, что никому не секрет, что здесь можно приобрести продукты питания, молочные продукты, фрукты, овощи и так далее. Я думаю, что вы догадались, о чем я сейчас буду говорить. Немножечко информации по поводу продуктов питания. Итак, в период с января по июль месяц общее количество производства продукции увеличилось на 29% по сравнению с этим же периодом, но прошлого года. Интересный феномен, что увеличилось производство кисломолочной продукции, а в то же время уменьшилось производство говядины и пшеницы. Таким образом, получается, что увеличилось производство кисломолочной продукции на 3000 тонн. Молока на 2500 тонн. Сметаны увеличилось на 845 тонн. Также увеличилось производство сливочного масла и хлебобулочных изделий. Что же касается говядины и телятины, увеличилось, уменьшилось точнее, прошу прощения, производство. И также уменьшилось производство пшеницы. Пшеницы, в частности, на 7,3 тысяч тонн уменьшилось. Еще такой один интересный момент, и я думаю, довольно-таки важный, который хочу успеть вам сказать, что с 2015 года было подписано 10 инвестиционных соглашений по поводу выращивания и развития молодого ягодных продуктов, таких как яблоки, груши, персики, абрикосы и так далее. И также орешков. Конечно же, этот момент не может не радовать, что развивается у нас эта отрасль также. Подводя итог, что могу сказать? Любители кисломолочных продуктов, действительно, это здоровская такая новость. Ну, а людям, которые любят мясо, не стоит отчаиваться, потому что за количеством хотелось бы, чтобы росло и качество этой продукции, которая производится у нас на Крымском полуострове. И будем надеяться, что она действительно будет расти. У меня на данный момент все, и я с радостью передаю слово студии. Спасибо, Ира, но я предлагаю пока что, Саша, знаешь, о чем поговорить? О музыке. Как ты относишься к музыке? Как я люблю музыку, и как мне хочется, если честно, какой-нибудь фестиваль, либо концерт, желательно, чтобы там вживую пели. Я знаю, что на этих выходных пройдет такое масштабное мероприятие, но, к сожалению, я на него не попаду с определенным причинам, но я бы не знаю. Ты знаешь, фраза про то, что душу продала бы, она как раз здесь актуальна, если это говорить. Действительно, и эта цена, наверное, не самая большая, которую можно предложить за то, чтобы посетить фестиваль музыкальный, джазовый в Коктебеле, который пройдет с 6 по 8 сентября, и пройдет он в 11 раз. Ну, а самое главное, что туда приедут не только наши отечественные звезды, но и гости из Италии, из Соединенных Штатов, и из ряда еще европейских стран. Ну, поэтому будем наслаждаться музыкой, как говорится, от души, и надеемся, что и артисты здесь удачно выступят. Тем более, большинство из них, насколько я знаю, они сюда приезжают не в первый раз. Значит, им здесь нравится? Хотя бы вот так для начала. Я уверен, что им здесь нравится не меньше, чем нам и другим людям, которые выбирают Крым для отдыха в летний сезон. И, возвращаясь все-таки к концерту, к вот этому мероприятию, хотелось бы еще добавить, что вход на него будет абсолютно бесплатный. Уверена, что в интернете появится куча видеороликов, где и посетители фестиваля будут публиковать, что они увидели, что они услышали. А в интернете вообще много видеороликов, и подборку самых популярных на этой неделе можете видеть прямо сейчас. Опасность пришла откуда не ждали. Камера наблюдения возле Академии в Южной Каролине запечатлела природный казус, произошедший с одним из преподавателей. Пока мужчина шел к своей машине, в опасной близости от него ударила молния. К счастью, отделался легким испугом и, подняв с земли упавший зонт, поспешил дальше. Новая смена полицейской Академии. На первый взгляд может показаться, что этот ролик – фрагмент известного сериала. На самом деле ситуация далека от комичной. Кадры сняты в Болгарии, где накануне демонстранты вышли на митинг в поддержку борьбы с коррупцией. Стражи порядка в попытке усмирить взбунтовавшихся граждан решили распылить слезоточивый газ. Однако не рассчитали направление ветра и в итоге пострадали сами. Соседи парней, играющих в вечернее время на баскетбольной площадке, позвонили в полицию и пожаловались на шум. Они представить себе не могли, что вместо того, чтобы арестовать нарушителей, стражи порядка заключат с ними пари. При условии, если кто-то из спортсменов забросит мяч в корзину с середины площадки, им разрешат продолжить игру. Как говорится, уговор дороже денег. Быть бунтаркой можно даже в 104 года. Англичанка Энн Брокенброу тому подтверждение. Вы не поверите, но всю свою жизнь эта милая старушка мечтала о том, чтобы ее арестовали полицейские. По счастливой случайности, стражи закона узнали о необычном желании женщины и решили его исполнить. Они приехали в дом престарелых и провели имитацию задержания. Судя по фотографиям, бабушка осталась довольна. Прирожденный полководец. Мужчина с помощью пакетика с печеньем собрал целую армию птиц. Чтобы заставить пернатых маршировать, ему даже не пришлось открывать упаковку. Видимо, военно-голубиная почта до сих пор в почете. На кадрах фрагмент интервью журналистки с финским гонщиком Матиасом Хэнколой. Беседа была на грани провала, но ситуацию спас любвеобильный кот. В тот момент, когда разговор зашел совсем не в то русло и, казалось бы, ситуацию уже ничем не спасти, животное решило вмешаться. Счастливый билет. Этот ролик в считанные часы набрал популярность в интернете. Каким-то образом американец оказался единственным пассажиром на рейсе. После объявления посадки мужчине сообщили, что весь салон самолета в его распоряжении. Кроме того, перед взлетом ему разрешили лично поздороваться с пилотами и по достоинству оценить сервис авиакомпании. Ради лайков в инстаграм некоторые пользователи готовы на все. В социальных сетях набирает популярность видео с девушкой, пытающейся сделать идеальное селфи в вагоне метро. Барышня установила телефон на сиденье и так увлеченно позировала, что даже не заметила, как попала в объектив скрытой камеры. Крымская столица полвека назад. Увидеть прежний облик Симферополя таким нам помог Леонид Юрчишко. Вот уже больше 60 лет в объективе мастера «Городская среда» и «Быт горожан». Вот представляете, фотокорреспондент. Так, так, нет, так. Нет, пожалуй, все-таки вертикально. Для семьи Юрчишко фотография была главным увлечением. Осваивать это искусство Леонид начал еще в детстве. Свои первые снимки делал под чутким руководством родителей. Некоторые кадры, наверное, и мог сделать в те годы только я. Представьте, что такое спотографировать поезд на железной дороге. Ой, так интересно, вы знаете, паровоз. Вот поедет, вот как-то вырастет, может быть, машинистом станет. Леонид Юрчишко помнит каждый свой кадр, а их в жизни было десятки тысяч. Вспоминает первые работы как первую любовь. Первым снимком, который опубликован был в газете, явился вот этот снимок. Он был опубликован сразу в трех газетах. Эта фотография в газетах положила начало карьеры. Его работы – очерки о советском времени. Мастер будто заглядывает во все сферы жизни. Здесь заводы, школьные учреждения, больницы, проводы в армию и даже иностранная делегация из Японии в Артеке. На этот аппарат «Зенит» было сделано 50 тысяч снимков. И это не просто фотографии, а настоящие подлинные исторические документы. Мы можем увидеть, как изменился облик города. Например, так выглядел аэропорт. Это улица Лермонтова. А это площадь Ленина. Все негативы мастер бережно хранит в своем архиве, благодаря которым мы можем совершить путешествие в прошлое. Кто не узнает, село Луговое. Даже не узнает, что вот этого места, этот Малый Салгиев, в сторону Чикурчи. Да, а это вот, как тема была, советские обряды. Вот, пожалуйста, 50 лет семейной жизни. Это сейчас фотокамера есть практически у каждого. Чтобы запечатлеть момент, много усилий прикладывать не нужно. Любой кадр можно сразу посмотреть и переснять. Или откорректировать в фоторедакторе. Но 50 лет назад все было совершенно по-другому. Как тяжело было с ним работать. Для того, чтобы снимок был резкий, надо было на глаз определить расстояние. Если ошибешься, будет снимок не резкий. Кто-нибудь думает сейчас, что любой мобильник и так далее, фотографируешь, об этом не думаешь. В свои 72 года фотограф продолжает работать. Новое поколение создало современную технику, которую мастер освоил и полюбил. Сегодня во многих крымских краеведческих изданиях мы можем встретить новые работы Леонида Юрчишко. Возможно, через десятки лет они тоже станут историческими документами. Ольга Литвиненко, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Ну а на часах уже 8.00. 23 августа. Программа «Утро нового дня», которая выходит 2 часа в прямом виде. На телеканалах «Первый крымский», «Крым-24». И сегодня с вами в студии Стефан Филатов, Александр Корнович. И мы будем вам еще целый час рассказывать о тех новостях, которые вы можете узнать только из нашей программы. Ну и сначала хочу все-таки заметить, что вчера был большой праздник. Мы вчера все могли видеть, как полуостров окрасился в три главных цвета, потому что совпало сразу два юбилея. Это 350 лет государственному символу. И сам праздник уже проходил в 25-й раз. Было действительно очень интересно и запоминающееся, потому что активисты на городских улицах раздавали триколоры, раздавали ленты, прошли множество мероприятий, где выступили детские, танцевальные, творческие коллективы. Ну и, конечно же, на площади Ленина по уже пятилетней традиции развернули самый большой флаг России. И самыми главными яркими эмоциями с вами уже готовы поделиться наши корреспонденты. Танцы, песни и, конечно, улыбки – все это флешмоб про флаг. Яркий старт красочного торжества. А вот и именинник, самый большой в Крыму, длиной 28 метров, шириной 16, весит почти 100 килограммов. Это подарок соотечественников из Мексики. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила. Рекордное полотно держит больше сотни человек, представители разных народов, олицетворяя единство полуострова. Масштаб этой акции, он показывает всю мощь нашей большой, огромной страны. Куда ни глянь, белый, синий и красный – это уже привычное сочетание для Крыма. И не только с 2014-го. Наша культура крымская всегда работала под российским флагом. И раньше, чем пять лет назад, у нас всегда были российские флаги. Начиная от наших больших мероприятий, таких как «Великое русское слово», и заканчивая всеми остальными. И хотя знамя – официальный государственный символ со своим значением, каждый вкладывает в него свой смысл. Белый счастье – это в года. Синий – это небо. Красный – это такое родное. И ведь действительно, родным этот праздник с каждым годом считают все больше крымчан. Полин, держи флажочек. Спасибо. Ольга Афанасьева с дочками тоже поддерживает традиции. Это праздник большой и для нашей семьи, и для страны. И это полный восторг. И мы передаем с поколения в поколение. Тем временем по дорогам уже несется яркий поток. Празднование продолжается с ветерком. Автопробег – неотъемлемая часть этого дня. Куртки-косухи и тяжелые берцы. Колонну возглавляют байкеры. Их слышно за несколько километров. За ними развивается бело-синий-красный шлейф. Пешеходы не отстают. Тоже создает настроение. Сегодня сразу в нескольких точках Симферополя, на центральном рынке, площадях Ленина, Советской, Московской, Российский союз молодежи раздает ленты в цветах триколора. Здравствуйте. Расскажите, пользуются спросом от РИБ? Здравствуйте. Да, конечно, пользуются. Люди города счастливы праздновать сегодняшний день. Просит ленты еще. Берут для своих близких. Всего волонтеры планируют раздать 300 тысяч ленточек по Крыму. Здравствуйте. С праздником. Спасибо. С приподнятым настроением крымчане покоряют вершины. Праздник взбирается даже в горы. На Ипетре на высоте 1234 метра устанавливают главный символ этого дня. Праздничная атмосфера и в Судаке на фестивале Таврида «Арт» тоже развернули большой флаг под звуки гимна. И, конечно, как в настоящий день рождения, виновник торжества принимает поздравления. Наш триколор, наш флаг России гордость. И это ТОС за этот флаг, друзья. Поздравляем! Вам, Россия! С днем! Рождение! Екатерина Серегина, Денис Тищенко, Оксана Куприянова и Иван Евдокимов. Новости 24. Ну а тем временем в Ленинском районе уже определены земельные участки, на которых разместят 9 базовых станций сотовой связи, что позволит существенно улучшить качество связи в одном из самых густонаселенных районов Крыма. Действительно, мы об этом не думаем, потому что уже принимаем это как данность. А это все-таки непростой процесс, и его нужно улучшать. О том, как же он будет улучшаться и когда это самое оборудование установят, знает наш корреспондент. Александр Евдокименко в день совершает несколько десятков телефонных звонков. Связывается с родными, знакомыми, по работе с поставщиками. Дозвониться с первого раза удается не всегда. С утра где-то до 10 еще нормально звонки осуществляем, а потом до 3 совсем как-то плохо по вайберу звоним. А вот Светлана Дашкевич – диспетчер аварийной службы ЖЭКа. Крымчанка отмечает, качество связи препятствует своевременному реагированию на проблемы жителей. Бывает, щитовая может загореться, бывает, может канализационный стояк прорвать. И бывает такое, что не можем дозвониться, звоним, звоним, а это как бы аварийная служба. Мы в течение 20 минут должны приехать по вызову и устранить утечку, либо перекрыть стояк. Одной из сложностей в организации качественной связи в Ленинском районе является его протяженность. Именно такой ответ крымчане и гости полуострова нередко слышат, когда пытаются дозвониться с трассы Таврида. Если в населенных пунктах Ленинского района мобильная связь работает, но с перебоями, то на некоторых участках автодороги из-за возросшей нагрузки на существующие базовые станции покрытие отсутствует практически полностью. По поручению Министерства внутренней политики информации связи Республики Крым уже определены участки в Ленинском районе, на которых разместят новые комплексы радиопередающей аппаратуры. На сегодняшний день планируется размещение новых четырех вышек связи вдоль трассы Таврида и пяти вышек связи вдоль строящейся железной дороги. Улучшение связи коснется не только жителей Ленинского района, но и всех гостей Республики Крым. Компании-подрядчику предстоит проектирование ретрансляторов и получение необходимых разрешений. Наладить связь обещают к сдаче второй очереди трассы Таврида. Чтобы не терять время, сейчас уже, чтобы местные власти выдали сервитут и дали бы этим возможность строить базовые станции. Мы знаем проблемные точки. Это и Ленинский район, часть Кировского района, Симферопольский район и по железной дороге также. В недалеком будущем скоро мы откроем базовую станцию на Тузле по поручению главы республики. Строительство новых базовых станций планируют начать в 2020 году. Екатерина Рябова, Сергей Маренко, Новости 24, Керч. Сегодня тепло, солнечно, пока нет дождя. Еще сегодня очень уютно. И в основном под нам с Тестефаном, потому что мы находимся на крыше жилого комплекса «Альфа». Оттуда мы видим просто весь Симферополь как на ладони. Но стоит знать симферопольцам, какая погода их сегодня ждет и о чем они могут узнать из нашего следующего сюжета. Симферопольцам «Альфа» 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 Продолжение следует... 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 Сегодня, пусть и не так быстро, но социальное самочувствие людей с ограниченными возможностями улучшается. Хотя сделать еще предстоит немало, чтобы для крымских инвалидов среда стала максимально доступной. С Илья Салямова, Владислав Кравцов. Утро нового дня. 8.20 на часах. В городе уже начинают формироваться пробки, поэтому если вы пользуетесь личным транспортом, то стоит уже продумать заранее маршрут, посмотреть в навигаторе, как можно объехать тот или иной затор. Но, кстати, о том, как можно объехать затор неудачно, мы можем поговорить с нашим следующим гостем. К нему предлагаю и отправиться, потому что в гостях у нас сегодня... Кто, Стефан? У нас сегодня в гостях Игорь Рудаков, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым. На самом деле, мы сейчас с Игорем Анатольевичем сможем как раз таки обсудить, что делать, если вы не выплатили штрафы вовремя, и чем вообще это чревато. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Игорь Анатольевич, скажите, пожалуйста, чем действительно чревато неоплата штрафов, если человек осознанно их игнорирует, потом просто говорит, что ну не дошло, не пришло? Ну, первое, чем чревато, это принудительным взысканием таких штрафов. Законодатель предусматривает ответственность за неуплату штрафа в добровольный срок по части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В данном случае инспектора ДПС составляют протокол, по этой норме направляют нарушителя в суд. И тогда уже либо это наказание удваивается, то есть первоначальный штраф, либо суд назначает обязательные работы, либо арест на срок до 15 суток. Хорошо. А если человека арестовали, он 15 суток отсидел, но это считается его оплатой штрафа или ему все равно нужно заплатить? Первоначальное наказание не прекращается, и он обязан его исполнить. Но если он так вот один, другой штраф, третий, большая сумма накопилась, как можно вообще бороться вот с такой системой? Для этого существует система принудительного исполнения, которой занимается служба судебных приставов. Такие постановления предъявляются к нам на принудительное исполнение. Судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство, устанавливая для нарушителя, доложника, срок для добровольного исполнения. Он не превышает 5 дней. Если в этот срок нарушитель не уплачивает штраф, то естественно судебный пристав исполнитель выносит постановление о взыскании исполнительского сбора. Это также санкция штрафного характера, которая для граждан представляет минимальном размере 1000 рублей, для организации 10 тысяч рублей. Если, конечно, сумма штрафов достигает более 30 тысяч рублей, 30 тысяч, как это предусмотрено по статьям 12.8.12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, то это 7% от взыскового нарушения. А что это за статьи? Это отказ от метасвидетельствования либо управления транспортным средством в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. Скажите, пожалуйста, как вообще ситуация с нашими крымчанами? Они, вот часто приходится их, так сказать, силком ввести в суд. Вы знаете, количество штрафов за нарушение правил дорожного движения за 7 месяцев 2019 года увеличилось где-то на 130%. И представляет больше, более 63 тысяч. Что касается взыскания этих штрафов, то мы также взыскали за этот период больше где-то на 120 с лишним процентов. Это более 30 миллионов рублей. Естественно, служба судебных приставов работает не только методами классического взыскания. Это путем наложения ареста, изъятия имущества, принудительной реализации через взаимодействие с Росимуществом. Ну и путем электронного исполнения, которое представляет собой взаимодействие с кредитными организациями нашей страны. Судебные приставы исполнителя обращают взыскания в первую очередь на денежные средства путем их списания в электронном системе СМЭФ. Как вы считаете, вот такая вот статистика, я говорю сейчас о росте правонарушений, с чем она связана? Она связана с развитием системы видеофиксации в республике. Естественно, чем больше увеличивается количество средств видеофиксации, тем больше фиксируется правонарушений. И, естественно, это необходимо делать для того, чтобы на дорогах нашей страны было безопасно, чтобы смертность была низкая, лучше бы, чтобы ее вообще не было. И чтобы каждый участник дорожного движения соблюдал те правила, которые существуют для всех. Ну и насколько я знаю, что планируется же увеличение еще этих камер, да, фотофиксации? Планируется увеличение средств видеофиксации на тех участках, которые наиболее опасны как для пешеходов, так и для участников дорожного движения. Ну и мы планируем с инспекторами ДПС продолжить работу более активно при проведении оперативно-профилактических мероприятий, устанавливая тех должников, которые не исполнили обязанность по уплате штрафа, не исполнили этот вид наказания административного. Увеличиваем количество. Тем более, это актуальный вопрос. С учетом того, что сейчас начнется школа, будет ходить еще больше детей, ну и по дорогам, и не только. Но все мы знаем, что есть еще не только стационарные камеры фотофиксации, но и мобильные. И периодически в интернете можно видеть, как эти мобильные камеры сшибают, как люди, которые там сидят, не знаю, помидорами, грубо говоря, забрасывают. Вот почему нельзя поступать так? Вот есть ли какое-то наказание за вот такого рода нарушение, за то, что... Или когда залепливают камеры? Вот тоже такое бывает. Закрашивают. Если касается передвижных камер, то, честно говоря, я как автолюбитель не сторонник таких средств, поскольку действительно вопрос их установки, вопрос работы, он связан не только с определенного рода социальной напряженностью, но и с вопросами справедливого, как говорится, их размещения и фиксации этих нарушений. Безусловно, за действия противоправного в отношении лиц, выявляющих административное правонарушение, порчу имущества предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. С этим тоже надо бороться. Но задача наша в том, чтобы дороги Крыма делать безопасными. И вот такие противоправные действия в отношении сотрудников, которые занимаются фиксацией правонарушений с помощью переносных средств видеообнаружения, тоже неправильно. Ну, потому что, наверное, они редко их устанавливают на скоростных участках дороги, да? Ну, эти точки установки, они в обязательном порядке согласовываются с органами ГИБДД, далее, я надеюсь. Но в большей степени это вопрос, честно говоря, не наш, а вопрос именно ГИБДД. Наш вопрос – это принудительное взыскание административных штрафов, над чем мы, естественно, работаем во взаимодействии с данным ведомством. Спасибо вам большое, спасибо, что пришли к нам в гости. Я напоминаю, что у нас был в гостях Игорь Рудаков, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым. Ну, мы говорили о камерах, видеофиксации, фиксации правонарушений. Иногда такие видео попадают в интернет. Будут ли в следующей подборке такие видео, не знаю, но давайте сейчас и узнаем вместе. Опасность пришла откуда не ждали. Камера наблюдения возле Академии в Южной Каролине запечатлела природный казус, произошедший с одним из преподавателей. Пока мужчина шел к своей машине, в опасной близости от него ударила молния. К счастью, отделался легким испугом и, подняв с земли упавший зонт, поспешил дальше. Новая смена полицейской Академии. На первый взгляд может показаться, что этот ролик – фрагмент известного сериала. На самом деле ситуация далека от комичной. Кадры сняты в Болгарии, где накануне демонстранты вышли на митинг в поддержку борьбы с коррупцией. Стражи порядка в попытке усмирить взбунтовавшихся граждан решили распылить слезоточивый газ. Однако не рассчитали направление ветра и в итоге пострадали сами. Соседи парней, играющих в вечернее время на баскетбольной площадке, позвонили в полицию и пожаловались на шум. Они представить себе не могли, что вместо того, чтобы арестовать нарушителей, стражи порядка заключат с ними пари. При условии, если кто-то из спортсменов забросит мяч в корзину с середины площадки, им разрешат продолжить игру. Как говорится, уговор дороже денег. Быть бунтаркой можно даже в 104 года. Англичанка Энн Брокенброу тому подтверждение. Вы не поверите, но всю свою жизнь эта милая старушка мечтала о том, чтобы ее арестовали полицейские. По счастливой случайности, стражи закона узнали о необычном желании женщины и решили его исполнить. Они приехали в дом престарелых и провели имитацию задержания. Судя по фотографиям, бабушка осталась довольна. Прирожденный полководец. Мужчина с помощью пакетика с печеньем собрал целую армию птиц. Чтобы заставить пернатых маршировать, ему даже не пришлось открывать упаковку. Видимо, военно-голубиная почта до сих пор в почете. На кадрах фрагмент интервью журналистки с финским гонщиком Матиасом Хэнколой. Беседа была на грани провала, но ситуацию спас любвеобильный кот. В тот момент, когда разговор зашел совсем не в то русло и, казалось бы, ситуацию уже ничем не спасти, животное решило вмешаться. Счастливый билет. Этот ролик в считанные часы набрал популярность в интернете. Каким-то образом американец оказался единственным пассажиром на рейсе. После объявления посадки мужчине сообщили, что весь салон самолета в его распоряжении. Кроме того, перед взлетом ему разрешили лично поздороваться с пилотами и по достоинству оценить сервис авиакомпании. Ради лайков в Инстаграм некоторые пользователи готовы на все. В социальных сетях набирает популярность видео с девушкой, пытающейся сделать идеальное селфи в вагоне метро. Барышня установила телефон на сиденье и так увлеченно позировала, что даже не заметила, как попала в объектив скрытой камеры. Дорожная тема И нужно не забывать, что в преддверии сентября уже люди возвращаются из отпуска. Если были в деревне или в других городах, они возвращаются сюда уже, готовятся к работе, готовятся к школе. И машин стало в городе больше, поэтому у нас уже будут скоро всем привычные пробки. Ну, я уверена, что в это время, а сейчас на часах 8.31, уже в городе все-таки есть заторы в определенных участках. Но вот за нашей спиной прямо сейчас на улице Воровского, в принципе, пока все чисто. Но если подняться немножечко вверх, перекрестку ближе с Пролетарской, где улица Шмидта находится, то, наверное, ситуация уже достаточно плачевная. Ну, а вообще о ситуациях на дороге нам уже готова рассказать Ира Баррилюк. Ира, доброе утро еще раз. Здравствуйте, коллеги! Здравствуйте, жители Крымской столицы! Я нахожусь на улице Александра Невского. Я думаю, что ни до кого не секрет, что в ночь с 16 на 17 августа эта улица была перекрыта. Также были перекрыты пять оживленных дорожных улиц на территории города Симферополя. Я думаю, что много информации об этом уже было сказано. И даже схемы объезда, предоставленные в свободном доступе на интернет в интернет-разранстве, я бы хотела сказать о том, что до конца года планируется провести ремонт с 18 улиц. Почему же я здесь? Я решила приехать и посмотреть своими, так сказать, глазами, как что происходит. Здесь работа вообще идет ли она или стоит на месте. На страничках в соцсетях вчера вечером я прочитала, что разобрана сама улица, да, видите, вот дорога. И также разобрали тротуар. Вот, разобранный тротуар, что значительно сделало более веселым передвижение наших жителей на этой улице. Что хочу сказать, действительно, определенного рода трудности и теперь дискомфорт испытывают не только пешеходы, но и автолюбители. Но это временно и будем надеяться, что действительно как можно скорее этот момент пройдет и мы уже сможем с вами ездить и ходить на обновленных трассах, на обновленных дорогах. Так что можно сделать вывод, что работа вовсю кипит, она не стоит на месте. И снова повторюсь, терпение нам, чтобы скорее мы смогли уже по улучшенному городу ходить и передвигаться. И еще важный момент, какой хочу вам сказать, что будет ограничено движение на трассе Ялта-Севастополь по причине проведения, по причине проведения, по причине проведения фестиваля экстремального туризма, который проведется, будет под подножие горы Басфорта. А вот, данная трасса будет перекрыта в связи с этим фестивалем в период с 24 августа, завтра суббота, по воскресенье 25 августа. Поэтому, если вы планируете куда-то уезжать из города, то, конечно же, возьмите себе это на заметку, чтобы не простоять в пробках и не потратить свое драгоценное, немножечко зря. Ну, а я хочу напомнить вам, что сегодня пятница, долгожданная выходные, я уверена, вы продуктивно проведете. Поэтому с радостью желаю вам бодрого, активного, позитивного настроя, продолжения рабочего дня и также выходных. И я с удовольствием передаю слово моим коллегам Александра, Стефан. Саша, ты знала, что в Симферополе на улице связистов произошел случай, было зафиксировано животное, которое, видимо, кто-то покусал, случай бешенства зафиксирован. И сейчас проводится вакцинация всех животных, которые живут рядом, по соседству, обязательно это нужно сделать. Я не знала, я вообще в своей жизни видела только одно бешеное животное, это была лиса. И то видела я ее издалека, просто ее потом отправили на обследование, скажем так. Но тем не менее, на самом деле, ситуация страшная. Но как-то я еще раз видела бешеное животное, но уже на фотографии одного фотографа. И если мы уже заговорили о фотографах, то хочется рассказать об одном очень талантливом человеке, с которым уже подалось пообщаться Оле Литвиненко. Это человек, который видел Симферополь таким, каким мы с вами его еще не видели. Крымская столица полвека назад. Увидеть прежний облик Симферополя таким нам помог Леонид Юрчишко. Вот уже больше 60 лет в объективе мастера городская среда и быт горожан. Вот представляете, фотокорреспондент. Так, так, нет, так. Нет, пожалуй, все-таки вертикально. Для семьи Юрчишко фотография была главным увлечением. Осваивать это искусство Леонид начал еще в детстве. Свои первые снимки делал под чутким руководством родителей. Некоторые кадры, наверное, и мог сделать в те годы только я. Представьте, что такое сфотографировать поезд на железной дороге. Ой, так интересно, вы знаете, паровоз. Вот поедет, вот как-то вырастет, может быть, машинистом стану. Леонид Юрчишко помнит каждый свой кадр. А их в жизни было десятки тысяч. Вспоминает первые работы, как первую любовь. Первым снимком, который опубликован был в газете, явился вот этот снимок. Он был опубликован сразу в трех газетах. Эта фотография в газетах положила начало карьеры. Его работы – очерки о советском времени. Мастер будто заглядывает во все сферы жизни. Здесь заводы, школьные учреждения, больницы, проводы в армию и даже иностранная делегация из Японии в Артеке. На этот аппарат «Зенит» было сделано 50 тысяч снимков. И это не просто фотографии, а настоящие подлинные исторические документы. Мы можем увидеть, как изменился облик города. Например, так выглядел аэропорт. Это улица Лермонтова. А это площадь Ленина. Все негативы мастер бережно хранит в своем архиве, благодаря которым мы можем совершить путешествия в прошлое. Кто не узнает, это село Луговое. Даже не узнаешь, что вот этого места, этот Малый Салгиев, в сторону Чикурчи. А это вот, как тема была, советские обряды. Вот, пожалуйста, 50 лет семейной жизни. Это сейчас фотокамера есть практически у каждого. Чтобы запечатлеть момент, много усилий прикладывать не нужно. Любой кадр можно сразу посмотреть и переснять. Или откорректировать в фоторедакторе. Но 50 лет назад все было совершенно по-другому. Как тяжело было с ним работать. Для того, чтобы снимок был резкий, надо было на глаз определить расстояние. Если ошибешься, будет снимок не резкий. Кто-нибудь думает сейчас, что любой мобильник и так далее, фотографируешь, об этом не думаешь. В свои 72 года фотограф продолжает работать. Новое поколение создало современную технику, которую мастер освоил и полюбил. Сегодня во многих крымских краеведческих изданиях мы можем встретить новые работы Леонида Юрчишко. Возможно, через десятки лет они тоже станут историческими документами. Ольга Литвиненко, Руслан Хохлов. Утро нового дня. А сегодня пятница. Я уверена, что очень многие отправятся сегодня на какие-нибудь музыкальные мероприятия, а может быть даже фестивали. И об одном из них, который пройдет в перспективе, мы уже готовы поговорить с нашей гостьей, которая сидит и ждет нас в студии. А в гостях у нас сегодня Куценко Елена, заместитель директора Крымского медиа-центра. И расскажет она нам сегодня о фестивале «Солнечный остров», который уже стал доброй традицией для Крыма, для Евпатории. Он уже в скором времени наступит. Сейчас все подробности и узнаем. Доброе утро, Елена Виньемовна. Действительно, фестиваль знаковый. Он будет масштабный. Если я не ошибаюсь, я даже как-то раз освещала его. Расскажите, пожалуйста, чем в этом году мы будем удивлять тех, кто примет в нем участие и вообще, что мы будем показать? Удивлять будем, наверное, количеством замечательных актеров, которые приедут к нам замечательными фильмами, которые мы собрали в конкурсную программу, творческими встречами, которых будет очень много. И в этом году мы даже планируем делать встречу не только в Евпатории, но и в Симферополе с нашими гостями, чтобы никто не был обижен. Ну и, наверное, будет очень интересный круглый стол, который мы планируем провести и поговорить о том, каким должно быть кино для детей, поскольку у нас в этом году представлены почти все студии, представителями, режиссерами, продюсерами и даже главными героями, детьми детских фильмов. Поэтому есть о чем поговорить. Фестиваль очень, правда, он не зря называется «Солнечным островом», потому что он очень теплый. Я помню, как артисты, которые приезжали, они действительно с детьми общались, вот как будто каждый со своим ребенком. А каких артистов в этом году мы ждем? Ну, как всегда, у фестиваля есть традиция, определенный костяк такой, да? И в этом году мы и ждем, опять же, на фестивале Наталью Добижу, и Михаила Алдашина, и Павла Коплевича, и Григория Гладкова. Это уже такие добрые наши, хорошие друзья. Но, кроме этого, приедут еще прекрасные актеры и Анатолий Журавлев, и Лариса Шахворостова, и Иншаков Александр Иванович, которого тоже мы всегда в Крыму с радостью встречаем. И в первый раз у нас будет Валерия Яременко, очень известный российский актер, очень интересный. Но это гости. У нас детское жюри, а возглавлять координаторы в жюри полнометражных художественных фильмов будут супруги Никоненко. С Сергеем Петровичем мы уже давно знакомы, это наш хороший друг, он бывает на многих фестивалях, а вот его жену мы в первый раз будем видеть здесь на фестивале, очень рады, что она к нам тоже приедет. А анимационный блок будет курировать главный художник студии «Татар-мультфильм» Сергей Кеатров. Ну вот. Да, вот такой список обширный. Действительно, прям звездный состав. И, как обычно, я в прошлом году работал на этом мероприятии, должен сказать об этом, потому что действительно очень понравилось. И хотел бы узнать, тематика не изменилась? Все эти фильмы, все эти ленты, они именно о детстве, о детях? Да. Ну, уже само название семейного, детского и семейного кино. Поэтому, естественно, что в программу мы и собирали фильмы для детей, для подростков. Фильмы, которые нужно смотреть вместе с родителями, с бабушками и дедушками. Потому что, на самом деле, это очень важно. И таких фестивалей, я хочу сказать, в России практически нет. Поэтому мы очень рады, что у нас такой фестиваль в Крыму. Он проходит не один день, да? Да. Мы открываемся 31 августа и закрываемся 5 сентября. Вот, 4 полных дня. Можно будет смотреть кино, можно будет встречаться с замечательными актерами, участвовать в мастер-классах. У нас будет мастер-класс по уличной анимации, у нас будет мастер-класс по актерскому мастерству. Так что, ну и творческие встречи. Да, я забыла совсем сказать, что к нам приедет Ирина Муравьева. А в этом году у нее юбилей, и поэтому всех евпаторийцев, гостей ожидает творческий вечер народной артистки России Ирины Муравьевой в Театре Пушкина. 1 сентября мы приглашаем гостей. Вот, как бы вы советовали бы гостям, жителям полуострова, которые приедут на фестиваль, с чего бы начать, куда пойти, чтобы прочувствовать всю эту тонкую атмосферу? Ну, наверное, с открытия, потому что она будет проходить на площади. И вот мы, как правило, в прошлом году считали, считали и пришли к выводу, что порядка 7 тысяч людей смогли посмотреть программу открытия. Потому что мы не только на сцене можно было смотреть, но стояли экраны по всему периметру. То есть люди, которые даже находились далековато от центра событий, и в парке, в сквере Ленина, тоже стояли экраны. То есть можно было сидеть на лавочке возле фонтана и смотреть, что происходит на сцене. И вот, наверное, мы, как всегда, придумываем что-нибудь такое сказочное, такое очень красивое. Не буду открывать секрет, но это будет и в очередной раз. Тоже будет такая атмосфера сказки и счастья детского. И дальше вот это дает старт такой фестивалю, заряжает радостью, скажем так, детством. Ну, а дальше фильмы, мультфильмы. Я уверена, что каждый год фестиваль будет собирать все большее количество участников и гостей, потому что это одно из самых теплых мероприятий, такого масштабного формата, который происходит на полуострове. Спасибо большое, что пришли к нам. У нас в гостях была Елена Куценко, заместитель директора Крымский киномедиа-центр. Ну, а еще я уверена, что очень много видеороликов, как раз таки связанных и с фестивалем, и с другими мероприятиями, которые проходят и в Иппатории, и в других регионах нашего полуострова, они, конечно, их можно будет увидеть в интернете. Ну, а сейчас хочется показать тот сегмент крымских новостей, которые самые актуальные в интернете за последнюю неделю. Кусочек Италии в Крыму. Именно так жители и гости полуострова называют персиковые сады в селе Ромашкино. В комментариях к этому видео люди наперебой описывают впечатление от красоты местности и огромного урожая фруктов. Возможно, вскоре роща станет еще одним экскурсионным направлением полуострова. Что делать, когда парковочных мест нет? Опускать машину на морское дно, шутят пользователи соцсетей. Что стало причиной погружения КамАЗа в Севастополь неизвестно. Главное, что водитель остался цел. Реклама двигатель торговли. А чем она креативнее, тем лучше. В течение нескольких лет возле одного из придорожных кафе Севастополя стоял необычный мангал. Его корпус – старенький запорожец. На кадрах, снятых на авторегистратор, видно, что горит конструкция в разы сильнее, чем обычно. Пользователи сети так и не смогли определиться, подожгли машину в рекламных целях. Или все-таки ситуация вышла из-под контроля. Начать не значит сделать. Незавершенные работы по замене коммуникации на одной из симферопольских улиц отрезали 47 цивилизаций. В чрезвычайной ситуации здесь не сможет проехать ни пожарная, ни скорая переживают люди. Борьба со стихийной торговлей продолжается. На этих кадрах процесс изъятия фруктов. Несмотря на то, что в Севастополе стало в разы меньше таких случаев, некоторые еще не уяснили. Для продажи товара нужен пакет документов. И снова Севастополь. Люди устали жаловаться на то, что ежедневно происходит на парковке одного из местных торговых центров. Мусор – это лишь малая часть проблемы. Гораздо больше беспокойства горожанам доставляют те, кто его оставляют. А именно – любители дрифта. Опасный стиль езды уже не раз представлял угрозу для жизни прохожих. Какое-то удовольствие просто находиться два часа в прямом эфире. Вот с крыши жилого комплекса «Альфа», потому что это одна из самых удобных и приятных площадок, на которые только можно работать. Я тебя абсолютно поддерживаю. Это действительно удовольствие. Но сейчас я хочу перейти к вещам, которые не настолько приятны, но не менее важны, даже более. Я говорю о вакцинации. Скоро у нас наступает сентябрь, осень. И это нужно делать обязательно для того, чтобы не пропустить осень, не проболеть ее. Ну, а вакцинировать, наверное, нужно не только деревья, ой, не только людей, но и деревья. Я так хотела рассказать о том, что серебря пообщалась с человеком, который умеет вакцинировать деревья и, самое главное, собирать урожай, заботиться о нем. И это экзотический урожай, но подробнее уже расскажет сама серия. Как не любить такое растение, слушайте. Настоящий тропический рай. Мандарины, гранаты, апельсины и, конечно же, лимоны. Именно эти экзотические фрукты первыми поселились в Крымской степи. Сейчас цитрусы зеленые и небольшого размера, но их уже можно употреблять. Созреют плоды в конце октября. Своими руками Эскендернуфтулаев построил две большие теплицы. В них растут ароматные деревья цитрусовых. Всего 120 штук. И хотя по специальности Эскендернуфтулаев механик, в душе садовод. Выращиванием лимонов увлекся еще в Узбекистане, куда его семья была выслана в мае 44-го года. Однако там этим заниматься возможности не было. С переездом в Крым он приобрел дом с приусадебным участком. Тут на родине сбылась давняя мечта. Все приходили, говорили, это северная сторона, здесь не растет лимон. Я говорю, ничего, будет расти. Я не знал, как с ним обращаться. Закопал вот так вот лунку, полил его. Смотрю, на второй день все они завяли. Я думаю, наверное, пропадет. Но стал поливать его, поливать. Он ожились. Я говорю, а, они любят воду. И вот оттуда и начал все делать. И у меня всегда получался. Зимой температуры в Крымской степи опускаются до 30 градусов мороза. Но лимонный сад цветет, несмотря ни на что. Одно дерево может давать около 500 плодов, каждый из которых весит около 100 граммов. Садовод рассказывает, что не взвешивал урожай лимонов за год. Но в среднем это четверть тонны, не меньше. Вот прямо усыпано. Что же еще надо от него ждать? Тяжело выращивать лимоны? Нет. Лимоны даже в сто раз легче, чем помидоры выращивать. А только здесь трудность отопления. Интересовался всеми, как он растет, откуда появляется, как семечки выращиваются, как окулируются, как саженцы формируются. Это все я руками делаю. Всю работу мастер выполняет самостоятельно и утверждает, что своим лимонарием будет заниматься до тех пор, пока хватит сил. А сил у дедушки, судя по всему, немало. За последние 30 лет он ни разу не болел простудой. И все благодаря им, лимоном. Сярия Абляева, Рустам Файзуллин. Утро нового дня. Утро пятницы. Видите, именно сегодня уже можно планировать, как ты проведешь выходные. Есть ли они, конечно, есть. Можно, например, выехать за город, а можно поехать на Айпетре, полюбоваться прекрасными видами. Кстати, на Айпетре вчера на вершине горы спасатели установили флаг России. Ну, вчера же был день государственного флага. И эта традиция уже по традиции развернули в пятый раз. И каждый год на вершине плато Айпетре 22 августа развивается наш Триколор. Триколор развивается и сейчас. И сейчас именно это место на Айпетре очень, ну, давайте скажем, уникальное. Потому что можно купаться в море, наблюдая флаг. Так, и вот здесь бы хотелось добавить, что недавно у нас были в Крыму, в Симферополе в частности, были небольшие похолодания. Вода немного остыла. Кстати, самая хорошая сейчас самая теплая вода. Крымского полуострова Стефан имеет в виду остыло, потому что в Симферополе у нас разве что Салгир, но и то он ремонтируется. Ну, да, я имею в виду скорее в общем, в общем на полуострове. Так вот, самая теплая сейчас вода в районе Керчи и Евпатории. И, наверное... И мы надеемся, что вы ее сегодня потрогаете, попробуете на вкус, а мы с вами будем прощаться, потому что желаем вам хорошего дня, хорошего настроения. С вами сегодня был Стефан Филатов. И Александр Карнович. До новых встреч, пока! Субтитры подогнал «Симон»!